СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О перспективах развития социальной сферы шла речь на встречу главы Мариэла Леонида Маркелова с министром социального развития Надеждой Клименной. Около 10 тысяч младенцев появились на свет в Мариэл в 2015 году. Бэби-бум был зарегистрирован в Ежкарале, Медведевском районе, Волжске. При этом более 4 тысяч семей получили выплаты на третьего и последующего ребенка. На эти цели за счет средств федерального и республиканского бюджетов направлено более 390 миллионов рублей. Из федерального бюджета мы получили 240 миллионов, республика выделила 130 миллионов. И вот такие семьи ежемесячно получают суммы в пределах 9 тысяч рублей на содержание третьего и последующего ребенка. Отдельная категория ветерана Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России, в Мариэл реализуется программа по обеспечению их жильем. За 5 лет новоселье отметили около 3 тысяч человек. В планах на этот год обеспечить жильем еще 32 человека. Это все оставшиеся участники инвалиды войны. Второй указ это повышение зарплаты нашим социальным работникам. Конечно, не очень высокая зарплата у наших социальных работников. И сегодня мы с главой республики говорили об этом. Она составляет в среднем 11 800. Но я получила задание ни в коем случае не снижать эту зарплату. По возможности, если будет такая возможность, источники финансированы, то повышать эту зарплату нашим социальным работникам. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, бюджет республики на 2016 год сохранил свою социальную направленность. Более 60% расходной части бюджета – это расходы на здравоохранение, образование, культуру и как раз социальную сферу. Все меры соцподдержки, отметил глава республики, должны быть оказаны в полном объеме и в срок. Ни одно социальное учреждение, по словам руководителя региона, не будет закрыто. Более того, за последние 15 лет в Мариэл полностью ликвидирована очередь в интернаты. Было открыто 25 социальных учреждений. Я получила задание от главы республики не ухудшать услуги, предоставляемые нашими учреждениями, нашим проживающим. Это, конечно, чтобы не хуже было питание, чтобы нашим проживающим было тепло, уютно, ну и чтобы развивались педагогические процессы для наших детей, которые проживают в наших учреждениях. А вы знаете, в наших учреждениях живет очень много детей-сирот, порядка 110 человек, от которых отказались родители, и кроме как государство никому не поможет. Мы сделаем все возможное, чтобы нашим гражданам было уютно в таких непростых социально-экономических условиях прожить. Но наши социальные работники сделают все возможное, чтобы жизнь наших граждан была чуть краше. О том, в каких условиях сегодня проживают в социальных учреждениях, люди, в том числе страдающие психическими расстройствами, глава МРИЭЛ в прошлом году проверил в ходе своей поездки. Подобные проверки проходили во всех регионах России по поручению премьер-министра страны Дмитрия Медведева. В МРИЭЛ таких интернатов и больниц с десяток. Плюс дома для престарелых, инвалидов, ветеранов. Все они заранее были подготовлены к отопительному сезону. Особое внимание уделено пожарной безопасности. Я объехал все наши социальные учреждения. И какой я вывод для себя сделал? Что те люди, которые сегодня работают в учреждениях соцзащиты, и занимаются попечением, обслуживанием, охраной, питанием, кормлением, воспитанием, содержанием людей, страдающих девиантным поведением, то есть какими-то заболеваниями психическими, или страшными заболеваниями, дети, взрослые, неважно, эти люди совершают социальный подвиг. Вот каждый день воспитатель, повар, охранник, санитар, медсестра, все они совершают социальный подвиг. И у меня никогда рука не поднимется их сократить. Поэтому они меня слышат, сейчас я скажу. Это большое спасибо, что они работают в наших социальных учреждениях. Никто их сокращать не будет. В трудное время мы гарантируем, что они будут получать зарплату. Да, сегодня нет возможности поднять им зарплату, хотя я вижу, что своим долгом, что мы и со временем это сделаем. Но сокращать их никто не собирается. Субтитры создавал DimaTorzok